Доброе-доброе зимнее утро! Наше утро на Амурском областном. И сегодня в студии, в нашей теплой студии, встречаем вас мы, Надежда Пархунова и Мария Красилова. Сегодня 16 декабря, понедельник. И поскольку у нас сегодня девичник, думаю, самое время обсудить, у кого что готово к Новому году. У меня, Надя, к Новому году не готова ничего. Мы поставили елку и начинаем уже потихонечку обсуждать меню. Что в меню? Вот что будет точно? Будет точно, совершенно точно будет Оливье. Мы его готовим на Новый год. Это наша традиция. Обсуждается только одно. Что там будет вместо колбасы? Я не люблю колбасу, ребенок любит колбасу. И вот у нас всегда это вызывает такие жуткие споры. И в итоге, когда Оливье готово, мы его все пробуем, говорим, ой, как вкусно. И снова на год забываем про этот салат, который мы очень-очень любим. А у нас Оливье нет. Как, в общем-то, и селедки под шубой. Ну, как-то так повелось, что всегда это какие-то легкие блюда, какой-нибудь салатик с кедровыми орешками. Ну, ничего себе легкие. Кедровые орешки, это, кстати говоря, очень калорийный питательный продукт. Ну, дорогие наши телезрители, а что же будет у вас на столах, это уже решать вам. А мы вам пожелаем, чтобы вы решили это заранее, все заранее купили и подготовились к этому празднику. Только в России нужно навешать на себя столько в декабре, чтобы 1 января просто наслаждаться тем, что декабрь закончился. Ну, а пока вы думаете, что же вы будете готовить на новогодний стол, мы вам сейчас предложим небольшой анонс. Вы узнаете, что ждет вас сегодня в нашей программе. А сегодня у нас будет серьезный разговор с Бородой. Нет, мы не сошли с ума, просто в нашу студию придет блогер Борода. Он расскажет о своем социальном проекте. Заглянем в историю и узнаем, почему в 2015 году произошла массовая гибель голубей в сквере Миров-Благовещенске. Полистаем в социальные сети вместе с Марианой Геворкян и узнаем, чем живут сегодняшние ровесники, танцоры прославленного на весь мир коллектива. Но это будет далее. Сейчас у нас 10 минут новостей. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Увидимся в этой студии. 16 декабря – День покорения вершин. Вершина у каждого есть своя. Это, кстати говоря, праздник не только альпинистов, это праздник любого человека. Ведь мы ставим для себя цели и вершины самые разные. Это могут быть и, кстати говоря, сброшенные килограммы, это могут быть отличные отметки, это может быть карьерный рост, все что угодно. Друзья, сегодня отмечайте этот день, поставьте для себя новую цель, новую вершину, отметьте флажочком и к ней двигайтесь. 73 года назад у Кристиана Диора было всего около 80 сотрудников и 6 миллионов франков. Ну, согласитесь, что уже немало. Первая коллекция известного в мире дизайнера тогда, конечно же, имела огромный успех. И все богатые люди, и все модницы не только Парижа, но и Европы хотели одеваться только у него. Ну, а что же интересного 16 декабря произошло в Амурской области, узнаем из нашей постоянной рубрики «День в истории». В 2009-м в Благовещенске начал работать Центр здоровья. Горожанам предлагали, причем бесплатно, пройти комплексную диагностику. На процедуру требовалось 15 минут. На создание такого центра из федерального бюджета было выделено 300 тысяч рублей. В 2013-м Благовещенский гарнизонный военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-главы Амурского управления МЧС. Виктора Бухту обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном сборе денег со своих подчиненных. Курс юаня волновал Амурчан в 2014-м. За ночь китайская валюта преодолела отметку в 11 рублей. Кстати, купить эти деньги тоже было проблематично. Не все банки продавали юани. В 2015-м железнодорожный вокзал Благовещенска отмечал 100-летний юбилей. К этой дате здание отремонтировали и разместили в нем стенды и табло, которые рассказывали о его истории. Кстати, каждый год вокзал обслуживает около 200 тысяч пассажиров. А еще в 2015-м специалисты санэпиднадзора искали причину массовой гибели голубей в Благовещенском сквере мира. Там было обнаружено около 30 умерших птиц. Однако расследование случая ни к чему не привело. Ни одну из версий, а это отравление и инфекционное заболевание, лабораторные исследования не подтвердили. Жители Зея, проживавшие в Ветхом и Аварийном фонде, получили ключи от новых квартир в 2016-м. В многоквартирном двухэтажном доме новоселье отметили 26 семей. Ну а мы продолжаем наш новогодний конкурс «Елка АОТВ». Вы фотографируете, как вы наряжаете елку, ставите, может быть, танцуете вокруг нее. Ну, в общем, любые фотографии принимаем от вас в Инстаграме или по нашему номеру. Ватсап, 8-900-14-500-96-40-40 и получаете призы. Но это не главное, Маш. На самом деле у нас уже есть первые победители первой недели. Первые победители есть, да, потому что конкурс мы объявили неделю назад. Нам пришло пока не очень много работы, и вот мы выбрали первых победителей, которые получают сертификат на вкусный обед или ужин суши и рулой. Виктория и Маргарита Цыганок, мы вас поздравляем. И прямо сейчас вместе с нашими телезрителями посмотрим, какая же фотография выиграла. Ну, а вы, друзья, не ленитесь, присылайте свои фотографии нам или публикуйте их в Инстаграм. Китайские ученые сделали шокирующие выводы. Оказывается, дневной сон, а также продолжительный ночной сон, отрицательно влияет на здоровье и значительно повышает риск инсультов. Практически 31 тысячу человек исследовали китайцы и выяснили, что сон более 40 минут влияет дневной, влияет на здоровье очень плохо. А вот сон меньшей продолжительности, то есть если вздремнуть полчасика, конечно же, отразится на нас хорошо. Кстати говоря, именно у китайцев есть такая традиция, после обеда обязательно поспать. У них даже в кабинетах стоят специальные диванчики. Ну вот, я думаю, что нашим соотечественникам и нам не стоит переживать, потому что мы-то как раз днем меньше всего и спим. Мы как не спали, как и не спим. Лучше всего прогуляться. А в какую погоду мы прогуляемся сегодня, давайте узнаем прямо сейчас прогноз погоды. Посетителей одного из торговых центров Благовещенска шокировал мужчина. Он подходил к незнакомым людям и предлагал купить у них волосы. Срезал небольшую прядочку и даже платил за это небольшие деньги. Так вот, этот видеоролик набрал более 21 тысячи просмотров. Давайте и мы сейчас с вами посмотрим этого чудного человека. У вас волосы красивые, а можете продать? Продашь? Кусочек, нет? Две сотки даю. Вот деньги. От тебя волосы просто кусочек. А у вас волосы такие красивые, а вы можете продать кусочек? Нет. Я бы отстриг за пару соток. Нет? За пару соток? Да. Продайте кусочек за 50 рублей. Маленький. Малюсенький. Я вас знаю. Малюсенький кусочек. Ну продай. Слушай, давай полтос. Полтос. Че, дебил? Кока-колы купить. Продай. 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 Нет, нет, нет. Слушай, продайте волосни немного за 50 рублей. Ну да, волос. Кусочек маленький. Ну пожалуйста, оденок маленький. Автор этого и других забавных роликов сегодня у нас в гостях. Это блогер Борода, он же Владимир Литовченко. Доброе утро. Доброе утро, Владимир. Мы вот тут с Машей немножко даже замерли. Вы нам не будете наши вот косы стричь? За деньги. За деньги. Если заплатить. Скажите, как реагировали люди? Да, чем все закончилось. Ну потому что наверняка вот в этот ролик же не все вошло. Да. Да? Что не вошло? Сам. Что не вошло? Пусть у нас будет такой сегодня. Ну была одна агрессивная реакция. Парень так напрекся, с девушкой он шел. Видимо, хотел ее защитить. Конечно. Конечно. Немножко агрессивно так пошел, но она его немного оттянула. Ну а вы много вообще собрали вот в итоге? Волос? А я там так фигурально чуть-чуть резал волосиночку одну буквально. Мне был сам факт, реакция интересен. У вас уже довольно много таких роликов, где вы вызываете разную реакцию окружающих людей. Например, вы были кучей мусора, неожиданно вскакивали, пугали девушек возле под университета, например. Какие случаи бывают, когда вы снимаете подобные видео? Драться к вам лезут? Драться ни разу не лезли. Ну ругаться-то, наверное, ругаются, потому что я бы, наверное, испугалась. Или это всегда смех? Да, всегда какая-то реакция такая добрая идет. Все равно вот этот испуг, сначала первая реакция организма испугаться, а потом человек смотрит, чего он испугался, и ему смешно становится. А для чего вы это делаете? Вот зачем? Ну то есть вы хотите, может быть, вот эту энергетику, этой реакции ощутить на себе? Или вы хотите раскрыть людям, вот посмотрите, люди, как вы реагируете агрессивно, а здесь человек шутит на самом деле? Если для людей, то я хочу посмешить, повеселить, вызвать какую-то добрую реакцию. Для себя, если, то я хочу как психологический тренинг. То есть выйти на публику и что-то такое сделать неординарное, это нужно чуть-чуть как бы пересилить себя. А потом, когда начинаешь уже это делать, получаешь удовольствие. Раскрепощаетесь? Да, ты раскрепощаешься, от людей получаешь удовольствие. Даже вот «Дай пять» у меня есть такой ролик, он вроде простой, но вначале тяжело было к человеку незнакомому подойти и просто попросить его дать пять. А вдруг не отбьет, а вдруг там пошлет, и все. А потом потихонечку-птихонечку смотришь, что адекватные люди, в принципе, весело реагируют, отбивают, угорают. Ну, прикольно. Какой самый популярный ролик у вас? Вот вы блогер, у вас наверняка много подписчиков. Неожиданно может быть для вас, а может быть, вы ожидали? Самый популярный, он старый, давно-давно, я его сделал. Это была такая пародия, видеообращение к Кириллу Терешину. Если знаете руки-базуки, который масло себе вкалывал в руки, у него такие огромные руки. Знаем, ну ужасно. Кстати, как у него судьба сложилась? Я не знаю, честно. Слухи ходят, что ему там что-то отрезали, но эти слухи уже очень долго ходят. Так, и что вы ему сказали? Вот, я себе засунул под кофту шарики воздушные, надувные, как будто у меня тоже такие руки-базуки. Ну и я там в стихотворной форме, такое видеообращение, я его звал к нам в гости приехать. Что-то там мазика-полтазика вот такие вот у меня были. Вадим, кем вы работаете? Я витнес-тренеру в основном. Вот как неожиданно. Вадимир, ну мы знаем, что вы занимаетесь не только какими-то смешными видео, но и также есть у вас социальные акции. Вот сейчас вы собираете деньги на подарки. Расскажите подробнее, кому и сколько вам нужно собрать. И как вы это делаете? То есть вы же не ходите с шляпой просто? Не собираете? Ну собираю я это все через счет. То есть карточки сейчас практически у всех есть. Ну информация есть у вас в Инстаграме? Инстаграме у меня в профиле, в шапке профиля, у меня все реквизиты там есть. Вот, а собираю я на подарки людям, которые сами, может быть, не ожидают или не могут себе позволить такой. А у вас уже есть какой-то список этих людей? Вы уже знаете, кому вы подарите подарки? Хотим малоимущим каким-то, вот семьям, знаете, таким, которые малообеспечены. Но не такие, которые с протянутой рукой и им все обязаны, а таким, которые вроде как и не ждут. Никогда не скажут, не попросят. Вот таким хочется помогать бабушкам, которых где-то там дети уехали, куда-то бросили. Что будете покупать в подарок? Да что-то такое к новогоднему столу, возможно. Хочется и полезное, с одной стороны, и с другой стороны вкусное. И все это как бы недешево. И когда набираешь, вот я вчера пакет набирал, вроде бы ничего не взял, и уже там две тысячи потратил. Кто-то говорит, ой, много, зачем так много? Мы это знаем, мы ходим в магазины. Сколько вам нужно денег собрать, сколько уже собрали? Ну, я ставил формальную цель в 50 тысяч рублей. То есть, ну, для как бы, как это сказать, для определения, для определенности нужна какая-то цель, что вот мы идем вот туда. И сколько сейчас на данный момент у вас собрано? Сейчас больше 47 тысяч собрано. Ну, фактически до Нового года здесь осталось еще столько времени, а у вас уже сумма собрана. Ну, суть в том, что людей-то, кому можно помочь, их очень много. И я больше всего переживаю на то, что кому-то поможешь, а кто-то останется обиженным, кому не помогли. Вот о чем я переживаю. Поэтому, если даже мы переберем эти 50 тысяч, то это только в плюс. То есть, вы такой Дед Мороз? Да. Вы даже, кстати говоря, похожи на Деда Мороза. Хочется, да, быть Дед Морозом. Немножко. Будете к Новому году-то наряжаться у вас такой типаж? Я уже последние года 2-3 наряжаюсь, да, крашу бороду в белый цвет. Куда ходите? Да, так, просто прикалываюсь что-нибудь. Пугаете наверняка прохожих. Веселю скорее. 12 дней до Нового года. Многие думают, ну, что же делать в этот Новый год? Вот вы чем будете заниматься? Где вы будете в Новый год? Не знаю, у меня сын маленький, и у него свой режим, и мы от него играем. Если он захочет спать, мы, наверное, положим его, потихонечку отметим и тоже ляжем спать. Кстати говоря, а сын тоже блогер? Обычно, знаете, дети повторяют, за родителями смотрят. Он вообще следит за вашим творчеством? Он маленький, ему 2 года. Ему пока просто нравится. Нравится записывать видео и нравится смотреть, что получается. То есть я ему говорю, Вова, иди будем видео делать. И он сразу летит там, все там, и потом смотрит, что получилось, просит еще раз показать. Дети сейчас такие удивительные. Еще буквально чуть-чуть, и он уже будет вам на смену вырастить конкурентом. Владимир, будем надеяться, что вы поздравите всех тех, кого хотели поздравить. Будем надеяться, что кто-то из телезрителей вам тоже поможет и присоединится. Спасибо, что к нам пришли сегодня. Напоминаем, у нас гостяк, вот блогер, которого зовут Борода, он же Владимир Литовченко. А мы движемся дальше, у нас выпуск новостей. Сегодня 16 декабря. Это значит, что Луна находится в фазе убывающая. В это время, говорят, нельзя постригаться, потому что волосы будут похоростить. Но это все суеверие. А вот вам точная информация. Луна сегодня зайдет в 20 часов 40 минут, а, внимание, зайдет завтра в 12 часов 14 минут. Ну а как Луна влияет на наши с вами гороскопы? Она влияет. Овны, пора подумать о том, что для вас важно, и посвятить этому занятию необходимое время. Нарушать собственные принципы при этом не обязательно. Тельцы, первое, что вы должны решить сегодня, это уделить внимание своим близким. Постарайтесь быть максимально вежливыми и продемонстрируйте свое хорошее отношение к ним. Близнецы, звезды советуют, расставьте приоритеты. Подумайте, на чем бы вы хотели сосредоточиться. Помните, качество вашей работы определяет ваш успех. Не распыляйтесь на мелочи. Раки, ваша работа и домашние обязанности могут подождать. Запомните, мы живем только один раз, а значит, нужно брать от жизни только самое лучшее. Делайте все возможное, чтобы поднять вашу самооценку. Львы, день очень беспокойный и насыщенный. Возможны разногласия, споры из-за пустяков. Компромисс – лучшее решение для вас. Девы, вас ждет неловкий момент. Вы можете встретиться с другом, с которым были в ссоре несколько лет назад. Хватит быть гордым, сделайте шаг навстречу. Весы. Желание отправиться в дальнюю поездку не дает вам покоя. К счастью, вы знаете, как исполнить свою мечту. Вперед, не теряйте времени даром. Скорпионы. Не пугайтесь хаоса, который образовался вокруг вас. Помните, созиданию всегда предшествует разрушение. Доверьтесь судьбе. Ваше сопротивление в данном случае бесполезно. Стрельцы. Вы так долго работали над своим проектом, что не можете поверить в то, что финал уже близок. Впрочем, это не повод гнать лошади и допускать ошибки на завершающем этапе. Если вы все сделаете правильно, то получите двойную выгоду. Сдадите проект и одобрение руководства. Козероги. Хотите верьте, хотите нет, но вы являетесь экспертом в романтических отношениях. Ваш подход к этому вопросу несколько нестандартный и даже старомодный, но не менее привлекательный. Водолей. Говорить правду – это ваше жизненное кредо. Однако высказывать свое мнение стоит в максимально корректной форме. Помните, что только уважение сохраняет человеческие отношения. Рыбы. У вас мало времени для достижения цели, и вы с головой уйдете в свои дела. Умейте правильно оценить свои силы. Осознайте, чего вы на самом деле стоите. Оксана Холодова сегодня в своей рубрике в историческом обзоре не упомянула одну очень важную дату. 16 декабря исполнилось бы 90 лет руководителю ансамбля «Ровесники» Вячеславу Васильевичу Белоглазову. Я думаю, его имя знают не только благовещенцы, оно известно и широко за пределами региона. Очень-очень-очень удивительный это был человек. Ну, конечно же, много регалий у него. Он и кандидат педагогических наук, и заслуженный работник культуры РСФСР. К тому же он основатель, как мы уже говорили, нашего любимого детского хореографического ансамбля «Ровесники». И руководил он им с 67-го года и по 94-й. Ну, а что такое «Ровесники»? Это красота, мощь, гордость, осанка, выправка, красивейшие постановки. Это литературно. А если говорить казенным языком, в хореографический ансамбль «Ровесники» заслуженный коллектив народного творчества Министерства культуры РФ, образцовый художественный коллектив Министерства образования и науки РФ, лауреат премии Ленинского комсомола, обладатель золотой медали фонда мира, золотой медали и премии имени Ломан-Носова, лауреат всероссийских и международных фестивалей ЮНЕСКО. В 2017 году ансамбль «Ровесники» отметил 50-летие со дня основания. Это был большой праздник не только для коллектива, но и для всего Благовещенска. А сегодня, в 12 дня, состоится торжественное открытие музея «Ровесников». Мероприятие приурочили к 90-летию основателя ансамбля «Ровесники» Вячеслава Васильевича Белоглазова. О хореографическом ансамбле «Ровесники» и о его основателя. Сегодня поговорим подробнее, ведь у нас в гостях Александр Васильевич Гетман, дирижер Оркестра русских народных инструментов ансамбля «Ровесники». Доброе утро! Доброе утро! Александр Васильевич, много руководителей, много ансамблей, много коллективов. И когда уходят эти руководители, их вспоминают, но так торжественно не отмечают ни рождения. А мы все знаем, что сегодня исполняется 90 лет Вячеславу Васильевичу Белоглазову. Вся область знает, вы отмечаете всегда этот день. Почему? Вот он был какой-то особенный? Особенный руководитель? Да. А в чем? Можно точно сейчас сказать. Он был особенным. Особенность была в том, что он сочетал в себе многие такие качества, которые необходимы для руководителя. Во-первых, он считал, что организация всего этого воспитательного процесса стоит на первом месте. 90% успеха того, что мы делаем, заложено уже в самом основании этого ансамбля хореографического. Это система взаимовоспитания, вот эта методика. И многие там шефские семьи. И много-много чего сопутствующих таких вот образовательных программ, которые необходимы детям. Он искренне считал и убеждал очень часто вот в дискуссиях. Что, собственно, не только танец самое главное, да? А получается именно воспитание ребенка, танцора. Я хотел сказать о том, что вот встречаясь вот с коллегами, вот подобными руководителями других коллективов, я вот присутствовал при этих дискуссиях. И вот точно помню, что он всегда говорил так, что танец – это не самое главное. Посредством занятия танцем и другими мероприятиями, которые есть, организованы при ансамбле, мы развиваем ребенка как личность, творческую личность и будущего гражданина. Александр Васильевич, а сейчас так не делают? Сейчас методика другая? Сейчас то же самое. Осталась эта же методика. А другие руководители говорили, да нет, вот понимаете, для нас самое главное – танец. Вот ребенок любит танец, он и должен танцевать. То есть танец становится как бы в основу. Александр Васильевич, вот вы дирижер Оркестра народных инструментов. Как вы попали туда на работу? В 1984 году я попал в «Ровесник». Как попал? Пришел сам на работу. Уже тогда хореографический ансамбль «Ровесник» был особым коллективом. Вообще, я когда приехал в Амурскую область, сказали – с Ростова. А как вы приехали? Мы чуть-чуть отвлечемся. По распределению музыкальное училище. И когда принимали меня на работу в управлении культуры, сказали, что вот в Амурской области есть три кита, на которых держится амурский спорт и культура. Это футбольная команда «Амур», это амурский народный хор и хореографический ансамбль «Ровесники». Вот так я впервые услышал об этом ансамбле и фамилию Белоглазова услышал. А чем занимается оркестр? Ведь, понятно, Благовещенский часто многие, и мы в том числе, посещаем концерт «Ровесников». А ведь в Амурской области не все знают, что такое оркестр в ансамбле, чем он занимается. Оркестр. Это, можно сказать так, что это сила традиции. И на том, что... Можно было и фонограмму включить. Тогда, когда только зарождался этот коллектив, было живое исполнение. Ансамбль был в начале. Потом постепенно, когда развивался коллектив, ансамбль превратился в оркестр. Только струнные инструменты были, народные инструменты. И при дирижёре Пиджаковой, Гертруд Васильевич, появилась медная группа. И таким образом оркестр стал похож на настоящий оркестр. Настоящий оркестр, под музыку которого танцует ансамбль. Дети, ну и взрослые, в том числе подростки. То есть вместе с ровесниками побывать на каких-то гастролях? Вот, может быть, в других странах вы были вместе с ними? Да, было с ними. А где вы были? Ой, многое долго перечислять. Европа, Азия, Мексика захватил. Что хочу сказать об этих гастролях? Знаете, вот очень такая память осталась приятная. И приятная она почему? Потому что гордишься за свою страну, за тех людей, которые её представляют на этих гастролях. Ну, за наших детей. Потому что настолько они яркие, эмоциональные, воспитанные и дружные. Я вот замечал, по окончанию гастроли, как правило, организаторы собирают всех участников. Это разные страны, значит, представителей. Для того, что, ну, вечер, так скажем, общения. Вот наши мальчики и девочки пользуются самой такой популярностью. Чаще всего подходят именно вот к нашим детям, пытаются там меняться подарками, что-то такое сфотографироваться. А где встречали вот теплее всего, помните? Знаете, везде. Скажите, пожалуйста, ведь отличается, когда ребята танцуют под фонограмму, а когда они танцуют под живой звук, аплодисменты зрительного зала отличаются. Вы вот чувствуете вот эту энергетику зала? Потому что мало того, что энергетика от танцоров, ещё энергетика от музыкантов идёт. Как реагируют зрители? У вас на бис отдельно не вызывают? Нет, нет, нет. Отдельно на концерты? На бис отдельно не вызывают. В данном случае, ну, оркестр это, клопа сейчас скажу, прикладная музыка. В данном случае. Оркестр, он даже не виден, он в яме. Мы как бы не существуем. Можно было бы и фонограмму. Но живое исполнение, оно отличается от фонограммы тем, что вот этот эмоциональный настрой музыкантов, дирижёра, он передаётся через темп, что возможны какие-то вот изменения. То есть всегда присутствует эксперимент. Взаимодействие. То есть, получается, танцоры взаимодействуют с музыкой, да, с оркестром. А сколько у вас человек в оркестре? 22. И приходят, как-то обновляются какие-то новые, может быть, тенденциальные. Музыкальные инструменты добавляются? Музыкальные инструменты добавляются в зависимости от того, есть ли у нас такие исполнители. Вот, допустим, балалайка. Это целая проблема, балалайка-прима. Проблема почему? А вот в городе нет балалайщика, достойного такого, чтобы можно было играть в оркестре. Мне кажется, его нет и в области. Достойного, чтобы играть в оркестре. Вот так вот, вот такая стоит высокая планка у оркестра ансамбля «Ровесники». Александр Васильевич, а расскажите, пожалуйста, наверняка были какие-то курьезные, интересные, просто запоминающие случаи с ваших гастролей? Для меня вот самый запоминающий, это повторяющийся случай, знаете, вот все гастроли заканчиваются тем, что организаторы собирают все делегации, дают возможность детям пообщаться, взрослым, руководителям. Все голодные, наверное, там. Да, а в конце праздничный ужин. И все в таком томлении ждут начало. Шведский стол, сидит наша делегация и дается команда, что можно подходить. Начинается столпотворение. Ну, конечно, все же хотят покушать, дети. А наши детишки как разговаривали, так сидят, спокойненько, спокойненько. Потом там все притихло, встали, достойно подошли, взяли все, что нужно. И я просто вот такая оценка, вот, ну, очень достойно себя веду за границей. Я вспоминаю вот эти годы перестройки, эти наши очереди, толкучка. И даже этот дефицит и недостаток этого всего. Вот я чувствовал, такой, ну, низкая самооценка была. Вот, что с нашими людьми. А вот сейчас вот это вот, они станут взрослыми, и вот это вот воспитание. Даже в мелочах. Оно им, даже в мелочах, оно им очень поможет. Александр Васильевич, огромное спасибо, что сегодня пришли. Пришли, мы вас тоже поздравляем, да, с грядущим праздником. А Вячеслав Васильевич, я так ничего не рассказал. Ну, будет открыт музей, я думаю, что на его дне рождения еще его вспомнит, расскажет. Итак, у нас сегодня в гостях был Александр Васильевич Гетман. А еще мы сегодня встречали блогера, которого зовут Борода. И он, кстати, очень часто попадает в нашу рубрику «Обзор социальных сетей» вместе с Марианой Геворкиан. Область в сети прямо сейчас. Лайк ипотеки, ревизора в Магдагачах и сердобольные жители Зеи. В эфире «Область в сети. Как и чем живет при Амуре» в инстаграме расскажу я, Марианна Геворкиан. Это программа, которую мы создаем вместе, ведь в ней все самое интересное за неделю, чтобы публиковали, обсуждали и комментировали. Ипотека под 2%. Эта новость стала одной из самых обсуждаемых в амурском инстаграме на минувшей неделе. О новой программе рассказали многие местные паблики. А министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в своем инстаграме показал первых получателей льготной ипотеки из Владивостока. За первые сутки его публикацию прокомментировали больше 100 человек. Люди удивились, программа только стартовала, а ипотеку уже выдают. Оказалось, заявки от желающих банки принимали заранее. А некоторые подписчики предложили расширить программу и включить в нее людей старше 36 лет. Кстати, условия выдачи ипотеки по 2% можно также посмотреть в инстаграме Дальневосточного министра. Кто-то мечтает о новой квартире, а кто-то о теплой. Жители поселка аэропорт города Благовещенска пожаловались на холод в своих домах. Сюжет нашего корреспондента на страничке инстаграм-аккаунта Амурского областного телевидения набрал почти 10 тысяч просмотров. Судя по комментариям, похожая проблема есть у жителей района Тайвань, Чигирей и в центре Благовещенска. Нашлись и оптимисты, которым даже нравится согреваться горячим чаем под теплым пледом. Власти советуют замерзающим обращаться в свою управляющую компанию и управление ЖКХ города. А житель поселка Макдагачи снял на видео, какая вода приходит в дома его односельчан. В объектив камеры попала местная станция обезжелезивания, на которой вода должна проходить очистку через фильтры. Но, скорее всего, оборудование старое, а фильтры забиты ржавчиной. Подписчики паблика, которые разместил это видео на своей странице, похвалили мужчину. Побольше бы таких смелых и неравнодушных людей. Местные чиновники ответили, станцию обезжелезивания еще можно отремонтировать. А вот очистные сооружения нужны новые. На строительство объекта потребуются огромные по меркам поселка деньги – десятки миллионов рублей. Тем временем жители Зеи недовольны тем, как выглядит их город. О мусорной проблеме люди также решили рассказать в Инстаграме. Как утверждает автор видео, такие несанкционированные свалки образовались сразу в нескольких местах города. Жители жалуются. Вот дедушка жалуется, говорит, что все грязно, мусор. Мы сделали из города Зеи мусорный ящик. Правильно. И вот так происходит на каждой улице. Не только собака – друг человека. Активные пользователи соцсетей из города Зея поделились еще одним любопытным видео. Геннадий Симонов в своем Инстаграме показал, как приручить лисицу. Голодный зверь не побоялся подойти к людям и перекусить. Мы вышли с кафе, а она уже ест, то есть просит у нас что-нибудь покушать. Ну, мы, конечно, ей дали, вот, даем. Но это дикая лиса. Это вообще офигеть. То ли ее в лесу не кормят, то ли что. Видео разместил у себя на странице и местный паблик. Подписчики разделились на два лагеря. Одни порадовались за лисицу, а другие уверены – прикармливать диких животных нельзя. На то они и дикие. И в конце выпуска об интересных и полезных аккаунтах, которые ведут амурчане в Инстаграме. Сегодня это музей «Дом Саяпина». Он находится в Благовещенске на перекрестке улиц Амурская-Калинина. Судя по Инстаграму, там что ни день, то мероприятие. То устраивают посиделки и пьют чай из самовара, то поют под балалайку контрабас, то создают генеалогическое древо. А детям, например, недавно провели мастер-класс по робототехнике. В общем, если кому скучно живется, заглядывайте на страничку «Дом Саяпина». А на этом все. Делитесь с нами интересными событиями вашей жизни и жизни области. Отмечайте в постах «Собака Амуробл» нижнее подчеркивание ТВ или ставьте хэштег «Область в сети». И, возможно, увидите свои кадры в следующем выпуске. Спасибо, что вы провели это утро, 16 декабря, вместе с нами Надеждой Пархуновой и Марией Красивовой. Ну а мы напоминаем вам, что продолжается конкурс «Елка АОТВ». Присылайте свои фотографии нам обязательно на редакционный номер WhatsApp или выкладывайте их в Инстаграме и получайте за это очень вкусные призы. Хорошего вам дня! Да пребудет с вами сила! Пока-пока! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!